В поисках компромисса в стенах школы номер 76, что в засвияжге, прошла встреча представителей городских властей с местными жителями. На повестке дня два вопроса. Сохранение здешнего пруда и строительство детского сада, которое планировалось начать как раз на месте водоема. Эти кадры сняты 22 октября нынешнего года. В водоем в районе улицы Шолмова выпускают более трех тысяч мальков карпа, толстолобика и белого амура. Цель проста – сохранить пруд. При этом еще несколько лет назад никакой воды здесь не было, а по планам на этом месте должны были строить детский сад. Это и стало темой встречи главы города Сергея Панчина с жителями соседних домов. Встреча прошла в стенах школы номер 76. Одни жители за водоем, другие за детсад, который изначался в планах еще в 2016-м, в то время, когда котлован не был заполнен водой. Строительство детского сада очень необходимо в нашем районе, так как у нас район очень густо заселенный, детишек очень много, много молодых семей. Ведется также застройка новых домов, поэтому детский сад очень нам нужен. Многие друзья, знакомые, честно говоря, даже не хотят покупать квартиры в этом районе, потому что детский сад очень далековато. Компромисс найти удалось. В план внесены изменения. Будущий детский сад смещен в сторону, а вокруг пруда создадут зону отдыха. Проект благоустройства обсудят с жителями Дальнего Засвежья. Учитывая мнение жителей, то, что там утки и прочее, мы часто говорили с жителями, что площадку детскую мы переносим. То есть мы ее убираем, но ставим новую, современную взамен. И садик мы стены на 20 метров. Точку ставит глава города. Сергей Панчин заверяет, не для того городские власти приняли решение запустить в пруд рыбу, чтобы потом его засыпать. Ни администрации города, ни на сегодняшний день проектировщики ни в коем случае не пытались даже замахнуться на этот водоем. Мы за последние три года построили на территории города 8 детских новых садов. Буквально три недели тому назад мы ввели в строй на улице Ветеринарной в Ленинском районе. В Свияжий же детсад на 280 мест возле водоема планируют сдать через год. А в настоящее время ведутся подготовительные работы с учетом переноса объекта в сторону от пруда. Мы на сегодняшний день понимаем, что будет сохранен пруд, это первично, и конечно же построен детский сад. Мы еще просим благоустроить территорию. При этом за строительством будет следить специальный общественный совет, в который войдут местные жители. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.